Олимпийская набережная, друзья, место паломничества сотен тысяч россиян ежегодно. Очень много людей с России, со всех ее уголков, и не только, приезжают сюда, чтобы прогуляться по этим улочкам, позагорать на пляжах, на лучших пляжах в стране, посетить заведения, такие как Быстро, Папа Пицца, Мора Да Амора, Магеллан и все такое прочее. Также огромное количество олимпийских объектов, олимпийского наследия, как стадион Фишт, дворец спорта Большой, Шайба и так далее. Всем привет, друзья, с вами Павел Морозов в Сочи. В этом ролике поговорим про работу в Сочи. Я столкнулся с такой проблемой, скажем так, найти качественные кадры. Ну, правда, очень тяжело. Сейчас вы поймете, о чем речь. Дело в том, что вообще этот ролик будет полезен всем тем, кто заинтересовался переездом в Сочи и думает, размышляет, спорит с женой, со знакомыми, с местным населением, есть ли в Сочи работа. Сейчас отвечу на этот вопрос. Вот смотрите, я приведу пример последней две ситуации, которые у меня возникли, а так я расскажу о том вообще, что я наблюдал за последние три года. Вообще, когда я приехал сюда три года назад, что я заметил первым, так это то, что в Сочи нет абсолютно, практически нет качественного сервиса. Если качественный сервис есть, там обслуживание, там все что угодно, то это, во-первых, стоит нормальных денег, а во-вторых, если это по рынку, то у этого человека просто очередь. То есть, чтобы получить качественный сервис, вы либо переплачиваете, либо второй вариант вы просто ждете. И сейчас расскажу, с чем я сталкивался на протяжении этих трех лет. Это касается абсолютно всех сфер, без исключения. Начиная от парикмахерских услуг, заканчивая сантехникой, образованием, учителями, нянями. Вот все, что касается обслуживания, абсолютно все. То есть, ну что такое обслуживание? Обслуживание – это обычная работа, как и в средней полосе. Ну, вот там говорят, что в Сочи нет работы, потому что нет заводов. Друзья, ну а что, кроме заводов в городе никто не работает? Маникюр, педикюр, парикмахерские услуги, легкая вот такая вот сфера услуг. Все это в Сочи на крайне низком уровне развито. То есть, другими словами, когда я приехал в Сочи в 2017 году, что я заметил? Не найти качественных услуг. И вот с чем я столкнулся? Сантехник. Я позвонил сантехнику. Наверное, только третий мне взял трубку, сантехник, по объявлению, которые объявления свежие, там, вот, там, сегодняшнее, там, вчерашнее, или, там, недельной давности на авито. Сантехник сказал, третий, вот, так, куда ехать? А, Триумф, да? Так, это в Адлере. Не, не, в Адлере я не поеду, если вообще неинтересно, как бы. Я сейчас позвоню человеку, если он захочет, что поедет к вам. Я говорю, стоп, 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 блин, ну что значит, что не поедете? Там, между Сочи и Адлером, там, 20 минут езды, 25. Я говорю, не, 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 у меня заказы, как бы, полно. Ну, нет, сейчас я другу позвоню, если он возьмется, то приедет. В итоге друг приехал вечером, ну, ближе к вечеру, часов в 5, а это было где-то, там, в районе 10-11 утра, засорилась труба. И что он мне сказал? Я так разговаривал с ним, говорит, слушай, Паш, вот у меня заказов в день, штук 10, ну, которых я беру. Ну, там, работа на полчаса, там, понимаете, то есть, вот, грубо говоря, там, прочистить трубу. Заказы в день, я с каждого имею где-то 2-3 тысячи. Минимум, минимум, если ничего сложного. А я говорю, окей, а звонков сколько у вас? Звонков, а мы их не считаем, говорит. Если нам не интересно там ехать, там, больше, чем полчаса, мы вообще не едем туда даже, мы вообще, либо их отдаем, продаем каким-то там коллегам или еще кому-то, либо вообще просто, извините, мы не можем. Вот, я ничего не хочу сказать, ребят, но это вообще, для меня это дико просто, просто дико. Кроме того, вот, недавняя ситуация. У меня там плинтс отвалился там в квартире, да, это еще что-то там по мелочи. Там унитаз надо было, там, крышку поправить, как-то сделать ее, да, там, прочистить сифон, такой плоский, такой специфический, в ванной огромный такой у нас там, не совсем обычная ванна, такая как бы угловая такая, и там плоский сифон идет. Я, ну, признаюсь честно, я бы мог разобраться, но, поймите, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, и есть такое правило классное, зарабатываешь сам, позволяешь зарабатывать другим. То есть я не против дать возможность заработать другим людям. Лучше, чем я там, я могу получить эти навыки за несколько дней, за неделю, за две, но зачем мне две недели изучать вот эти нюансы, там, как там плинтуса там правильно там сделать, как правильно сделать там крышку бачка там и так далее. Зачем мне это делать, зачем мне вот изучать, как плоский сифон разобрать, потом собрать его, если есть специально обученные люди. Я не, я, кстати, как сказать, я не ленивый человек, но дело в том, что если человек за это зарабатывает деньги, зачем я буду отнимать у него хлеб, тем более у меня не так много на это времени. Вот, и я как бы, я позвонил, один вот этот мастер на час, да, я позвонил, сказал, приедем, приедем, только сегодня занять, завтра, вот завтра приеду. Не приехал, второму позвонил. Ну да, я сейчас посчитаю, сколько эти работы будут стоить. Не посчитал. Третьему звоню, не берет. Четвертому, то, что вы понимали, это же дни проходят, то есть ты вот как бы не сразу позвонил, и все, попал в офигенную службу. Нет, дни проходят, дни реально, то есть мне нужно было сделать вот эти вот вещи в течение дня, может быть, да, а я в итоге на неделю вот растянул, понимаете? То есть фактически там ждешь одного, второго, третьего и так далее. И что происходит дальше? Самое интересное, вот в итоге нашел у вас человека, который там все оценил, приехал, все сделал за один день. Я говорю, у вас вообще, ну, как ситуация-то с работой? Я говорю, это работает? Вообще работа, во, во, работа, говорит. Мы не успеваем выезжать, мы отдаем работу и так далее. Кстати, все телефоны, если нужно, там, вот, сантехника, мастер на час, который сделает любую работу вообще, и также других ребят, которые реально проверены, пишите мне, я вам поделюсь без проблем вообще. Кроме того, еще столкнулась с одной проблемой. Нужно было заменить личинку в квартире, ну, там, в моей квартире, там, в другой. В общем, скажу так. Открыли квартиру и личинку, чтобы заменить, ну, надо, там, грубо говоря, там, 15-20 минут максимум. Что, знаете, сколько заказов у этих людей? У меня, говорит, у меня в час, в час, пять заказов, пять. Мне звонят, там, пять раз в час в среднем. Я говорю, ну, я просто не успеваю, брать, я передаю, продаю и так далее. То есть, к чему я все это говорю, друзья? Не верьте тем, кто считает, что в Сочи нет работы. То же самое в сервисе, то же самое в парикмахерских услугах. Если мы говорим именно про качественный сервис, именно про качественный. Вот эти вот лентяи, как бы, понимаете, в чем прикол самый, вот в Сочи. Вот когда приезжаешь в Сочи, да, вот ты смотришь на всю эту красоту, смотришь, как там девочки ходят, там, да, там, все, все это расслабляет, реально расслабляет людей. Тут загорают, там, сапсерфы, там, катаются на яхтах, да, вот эти, летают на парашютах. И это реально расслабляет. То есть, ты становишься, вот как в Испании. Я когда в Испании был, допустим, там, на Канарах или в Барселоне, ну, особенно это в островной части, где моря много, вот на Канарах, на Рифе, там приезжаешь, и, понимаешь, вот там обед три часа, три часа обед. Это такая сиеста постоянная, понимаете? То есть, и здесь то же самое. Там они сидят, там, в нарды играют, еще что-то. Вот Сочи реально расслабляет людей. И если у тебя, вот у вас конкретно, да, есть желание зарабатывать деньги, это хорошие деньги, друзья. То есть, вот что вы понимали, для сравнения, личинку заменить на 15 минут, а у него где-то около 10-15 заказов в день. Это без преувеличения, я вам клянусь, что он это исполняет, потому что сначала там открыли замок, он сказал, говорит, мне вообще неинтересно, говорит, там, личинки эти менять, я вот открываю там, и все. Потом личинку приехал мастер менять. Люди зарабатывают 30-50 тысяч рублей в день. В день. Я вам, вот просто без обмана говорю, сантехники зарабатывают, значит, он 3 на где-то, говорит, 8 заказов, около 15-25 тысяч в день. Вот просто, друзья, те, кто хотят работать, они используют разные площадки. Это не работа по найму там за 30 тысяч в месяц. Нет. Во-первых, за 30 тысяч в месяц тут никто не работает, даже уборщицы получают там от 30. А все остальные гораздо выше. Вообще, Сочи достаточно богатый город, и здесь из-за высокой концентрации капитала, капитал обслуживают по другой цене. То есть, грубо говоря, те, кто задействованы в обслуживании, средняя зарплата у них гораздо выше, чем в регионах. Это я вам просто вот по своему опыту. А те, кто говорят, что здесь нет работы, ну, это либо дурак, либо враг. Я не могу просто по-другому сказать, потому что, ну, поверьте мне, я с этим сталкиваюсь каждый день. И те, кто не ленится, те, кто не ленится, те, кто, ну, именно, реально ответственно подходит к своему делу, строит бизнес на качественных услугах, на, скажем так, на стабильности, честности и порядочности, у них нет проблем ни с потоком входящих клиентов, ни с повторными обращениями. Я даже по себе сужу. То есть, вот, да, у меня более тысячи человек обратилось ко мне за три года, за три с небольшим года, из них 320 сделок. Это много, правда много. И принцип-то в чем? Принцип в том, что я просто порядочно отношусь к исполнению своих обязанностей. Вот и все. Не кидаю клиентов, то есть мы с ними продолжаем работать и дружить. Ну, с теми, кто хочет, конечно, я дружу со всеми. Вот. И секрет прост. Просто нужно честно, порядочно работать и ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. И клиент к вам вернется. Он придет и потом еще вернется и порекомендует. Понимаете, в чем смысл? И кто говорит, что здесь нет работы, он либо дурак, либо враг, потому что, я не знаю, какой смысл говорить, что в Сочи нет работы, не приезжайте сюда. Абсолютно такая ситуация, на мой взгляд, абсурдная, потому что работы хватает всем. Когда человек приезжает, он не только является акцентером, то есть не только забирает место, именно рабочее место, так он является и донором, он также является потребителем этих услуг. То есть, ну, банально, там приехал, ему нужно там и в магазин сходить, и что-то там массаж, и там сапсерв арендовать, и там что-то еще, машину там починить и так далее. Понимаете? Вот о чем речь. Поэтому, друзья, не верьте тем, я не знаю, какие цели преследуют, те, кто говорят, что в Сочи работы нет. Нет, ну, на мой взгляд, это либо дурак, либо враг, либо лентяй. Одно из трех. Среди моих знакомых есть люди, у кого есть сложности с работой, есть люди. Но эти люди лентяи. Я вот при всем уважении, не буду сейчас называть имена, я знаю этих людей, но они лентяи, друзья, понимаете? Лентяи. Вот. На этом все, друзья. Если вам интересны контакты каких-то надежных ребят по выполнению мелких работ, сантехники, врачи, пишите, я вам все, дам все подскажу. Здесь есть нормальная медицина, здесь есть нормальные врачи, здесь есть нормальные работники. Но все это стоит денег, а, да? И, во-вторых, нужно обязательно искать этих специалистов, потому что вы просто не найдете, не найдете, не сможете найти их сами вот так вот мгновенно. Это касаемо работы в Сочи. Ребята, и касаемо образования. Вот, опять же, понимаете, образовательные услуги, они очень востребованы, потому что всегда хочется, чтобы дети получали лучшее, там, лучшее образование, лучшие, там, школы, лучшую одежду, лучшие машины и так далее. И на этом очень много делается денег здесь, особенно у специалистов высокой квалификации. Очень много репетиторов, очень много дополнительных образовательных заведений. И все это, конечно, качественные услуги стоят денег. Как и в сфере недвижимости. Вы можете позвонить первому попавшемуся, но результат будет, я вас уверяю, не всегда тем, на которое вы рассчитываете. Ладно, друзья, по работе понятно. Кто не согласен, встречаемся в комментариях. С вами был Павел Морозов из Сочи. Всем всего хорошего, побольше добра, денег, удачи и здоровья вам и вашим близким. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok